Привет! Как дела? Сегодня я расскажу о том, как в Лондоне снимали фильм Анна Каренина и как мне удалось поучаствовать в его кастинге. Итак, в 2011 году англичане решили снять фильм по роману Льва Толстого под названием Анна Каренина. Режиссером которого стал Джо Райт. Он снимал «Гордость и предупреждение», если вы помните этот фильм. А главными актерами стали Кира Найтли и Джуд Бло. И вот режиссер решил использовать в массовых и эпизодических сценах именно русский народ, чтобы быть ближе к правде. И он организовал кастинг среди русскоязычного населения в Лондоне. К сожалению, на тот кастинг, ну, видимо, мало людей узнало, про него пришло мало народу. А вот на второй кастинг, на который попала и я, который состоялся 17 сентября 2011 года в районе Северного Кентингтона, пришло около тысячи человек. И чтобы попасть на просмотр к режиссеру, нам пришлось стоять практически целый день. Мы пошли на этот кастинг вместе с подругой. Он проходил, по-моему, с 8 утра начинался. И там уже стояла огромная очередь. Мы попали только к 4-5 часам вечера. Буквально забежали на 2 минуты, чтобы нас посмотрел режиссер. Кастинг проходил в какой-то местной церквушке в районе Северного Кентингтона. И очередь из русских окутывала практически целый микрорайон. Что было интересно, на входе вывешана была надпись «Анна Каренина». И вот слово «Каренина» русские быстренько исправили на «Кью-Ренина». То есть от слова «Кью» – очередь. Поэтому у нас проходил кастинг на фильм «Анна Кью-Ренина». Проходящие мимо местные англичане удивлялись, что же это за очередь и почему здесь стоит огромное количество людей. А русским не впервые стоять на ногах более 6 часов. Мы в это время вспоминали советские очереди за колбасой, старались не терять самообладание. И, в принципе, разговаривали друг с другом, знакомились и общались. Режиссер принимал кучками по 10-15 человек. Изначально он спрашивал всех, откуда они родом, чем они занимаются в Лондоне и так далее. Потом приходило буквально на 5 минут 10 человек. И он только спрашивал имена всех и спрашивал номера телефонов тех людей, которые были тех типажей, которые он видел в своем сознании. Нам всем выдавали номерочки и вот он там у себя в тетрадке обводил номера тех людей, которые ему понравились. И сразу же отсылал людей на примерку и фотосессию. Тех, кто ему не подходил, тоже фотографировали на всякий случай. Со всех участников собирали информацию типа паспортные данные, права на работу. Ну и дальше говорили, как обычно, мы вам позвоним. Отмечалось, что съемки будут очень тяжелые в плане того, что работать придется по 12-13 часов за сутки. В 6 часов утра уже надо было быть где-то на съемочной площадке за Лондоном. В каком-то богом забытом месте, до которого придется добираться своим ходом. И даже не на общественном транспорте. А во-вторых, накануне съемочного дня актеру массовки придется ехать в студию, которая находится в местечке Миллсекс, забирать костюм до 16 часов дня. За все эти удобства обещали платить 100 фунтов за съемочный день. Если ты участвуешь в массовке, и 135 фунтов, если удалось сняться в эпизоде. И 30 фунтов за костюм. Причем все эти деньги обещали заплатить только через 2-3 месяца после съемки. Ну и также туда входил туристический набор, завтрак и ужин. Так что даже те, кого отобрали сниматься в этом фильме, уже подумывали, а стоит ли шкурка выделки. И только ярые фанатики, которые грезили актерами, соглашались на такие поползновения. Когда мы зашли в комнатку, где сидел режиссер, нас было человек 10. Мы сели за один столик с моей подругой, и он начал всех по порядку спрашивать. Но так как мы были сзади, он нас там вообще практически не разглядел. Настя была такой рыженькой, и она ему понравилась. То есть он ее отобрал. Меня нет. Я не попала в его поле зрения, в его типаж русской девушки. В общем, мы пошли фотографироваться. Настю записали ее контакты, данные. По-моему, ей звонили после этого. Ну а я уже расслабилась. Я не получаю никакой роли в этом фильме. Каково же было мое удивление, что через какую-то пару-тройку недель мне позвонили и спросили, могу ли я завтра приехать и сыграть там то ли в эпизоде, то ли в массовой сцене. Я говорю, да, могу. Я как раз в тот момент училась в школе английского языка. И в принципе у меня было свободное время. И тут меня спрашивают, есть ли у меня НИН. Я говорю, что такое НИН? Оказалось, это что-то типа ИНН. То есть твой налоговый номер, который должен быть при заключении контракта с работодателем. Я, конечно же, об этом не знала. Это был мой первый год проживания, даже первые полгода проживания. Я говорю, нету. Ну тогда делайте НИН, мы вам перезвоним. В итоге мне никто не перезвонил, но НИН я благодаря именно этой ситуации сделала именно тогда. Как делать НИН я буду тоже рассказывать. Правда, не знаю сейчас те же самые правила или нет, но подготовлю, расскажу. А потом, через год, мне удалось побывать на премьере, точнее на красной дорожке премьеры фильма Анна Каренина. Где я увидела и Киру Найтли, и Джуда Лоу, и остальных актеров. В 2012 году я уже довольно-таки часто стала снимать красные дорожки премьер фильмов. И узнав о том, что в сентябре будет премьера фильма Анна Каренина, я поспешила туда. Ну, как всегда, встала в фан-зону, чтобы иметь возможность видеть актеров, фотографировать их и снимать на видео. Очень интересно мне показалось оформление. Такие какие-то хрустальные люстры повесили над красной дорожкой. И была рядом со мной сцена с буквами АК, то есть Анна Каренина. И начали прибывать звёзды. Кира Найтли, это моя любимая актриса, поэтому, естественно, я постаралась в тот день попасть на премьеру, увидеть её и поснимать настолько, насколько это было возможно. Так что, я не знаю, что-то, 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 что-то. Кира Найтли, это моя любимая актриса. Все звёзды проходили мимо меня, фотографировались с рядом стоящими фанатами и давали им свои автографы. А я в это время снимала. Одна девочка со мной стояла, ждала актёра Мэтью Макфайдера, с которым она грезила сфотографироваться. И тут вот он проходит мимо нас, она прямо кричит ему, можно фото, можно фото. Он говорит, да, конечно, а я в это время всё снимала. Ещё проходили мимо какие-то другие звёзды, которых тоже пригласили на эту премьеру. Тогда я увидела маминого любимого артиста Бенедикта Камбербэтча, который играл Шерлока Холмса в знаменитом английском современном сериале. Ну и так, какая-то интересная была атмосфера вот того духа Льва Толстого, соединяющегося с лондонским духом современности. Как это было, показываю вам в своём ролике, который я тогда сделала. Пока на этом всё. Не прощаюсь с вами. До новых встреч. В начале сентября в главном кинотеатре Великобритании «Адеон» на Ластер-Скве состоялась долгожданная мировая премьера фильма по роману Льва Толстого «Анна Каренина». Сотни русских, проживающих в Лондоне, приняли участие в массовых сценах и эпизодах этого фильма. Режиссёр Джо Райт очень хотел задействовать на съёмках именно русских людей, ведь никто, кроме них, не сможет так хорошо изобразить самих себя. Более тысячи человек пришли на кастинг в середине сентября 2011 года, чтобы попытать своё счастье. Каждый надеялся получить хотя бы незначительную роль в данном фильме. Длинная очередь окружила помещение, где проходил кастинг, а надпись на входе «Каренина» быстренько сменилась на «Кюренина» от английского «Q» – очередь. Проходящие мимо англичане недоумевали, замечая длинные ряды, уходящие за горизонт. Русские же по старой привычке вспоминали советские времена. Многим посчастливилось принять участие в съёмках вместе с такими звёздами, как Джуд Ло и Кира Найтли, которые появились на премьере со своими коллегами Аароном Тейлором Джонсоном и Мэтью Макфайденом. Среди гостей на премьере были замечены многие знаменитости, в том числе Джуда Темпл и Бенедикт Камбербэтч. Как изобразили англичане историю несчастной любви русской женщины, мы скоро увидим во всех кинотеатрах страны. Редактор субтитров А.Семкин